Друзья, готовы к новому парку? Так что, давайте, откроем его! Этого события первоуральцы ждали весь июль. После реконструкции открывается парк культуры и отдыха. Директор Наталья Гичкина так рада, что даже поет детскую песню «Крылатые качели». Крылатые качели летят, летят, летят. Хочу, чтобы вы разделили с нами эту радость. Крылатые качели летят над парком. Закончить благоустройство рабочие не успели из-за плохой погоды. Но, тем не менее, парк все-таки открыли. К праздникам. Дню города и Дню Металлурга. Мы думали открываться, не открываться. Но все-таки мы решили открыться. Я думаю, что все равно горожане оценят все изменения, которые произошли в парке. По задумке авторов проекта, обновленный парк станет сердцем города. Когда здесь появится более 20 аттракционов, новый сквер, кафе и зона Wi-Fi. А еще веревочный городок и спортплощадки для молодежи. Сегодня на открытии проводят сладкие мастер-классы. А танцующий оркестр даже играет в футбол. Кроме того, всежелающие могут стать участниками экстремального шоу. Райдеры или те, кто занимается велосипедной дисциплиной BMX, получили в парке свой уголок. Правда, после того, как его забраковали скейтеры. Ребята немного разочарованы. Говорят, тут только один удобный трамплин. Как нам сразу сказали, это для любителей. Но какой любитель здесь будет кататься? Любитель должен прогрессировать и так далее. Но этого невозможно здесь сделать. Обещали освадь, ладно, его нет. Ну ладно, мы немного расстроились. Но это нам уже просто в конец. Теперь они намерены своими руками доделывать площадку. Как и трейсеры, те, кто занимаются паркуром. Но им, в отличие от райдеров, в парке все по душе. Ну это первая площадка у нас. Мы ее очень долго сами строили, и то не достроили. И все равно она нам нравится. Здесь мы будем собираться наиболее часто компанией. То есть, это место создавалось именно, чтобы сплотить всех тех, кто занимается в нашем городе паркуром. Тем временем на площадке с аттракционами происходит самое долгожданное событие. Часть из них еще монтируют, а другие уже начинают работу. Например, автодром. Кто-то уже решил покататься. Многим гостям, похоже, не портит настроение ни грязь, ни переменчивая погода. Расскажи, на каких хочешь покататься? Ну, на Батерфляе хочу, и на Рекси хочу. И еще вот на том аттракционе я название не прочитала. Я думаю, что здесь взрослым тоже можно будет развлечься, особенно на автодроме. Я думаю, там и взрослые покатаются с удовольствием с детьми. А 84-летний Николай Мингалев ждет колесо обозрения. Он помнит, как более полувека назад здесь, в парке, первый раз прокатился на нем вместе с сыном. Такой раз поднялись, да еще ветер как-то был, вообще страшно было сперва-то. А потом привыкли, все время ходили вот мы тут. Но колеса пока нет. Его не могут установить из-за сурового уральского лета. В дождь монтировать нельзя. Но зато работает его детский вариант. Здесь площадка для самых маленьких гостей. Они в восторге от батута и других аттракционов. Первый раз, как только начали крутиться быстро, было очень быстро. Поэтому я боялась. А потом? А потом нет, потом не боялась. Нам нормально, мы катались на корочели, нам очень понравилось. Ну как? Это так быстро качалось, так круто. Похоже, что уж для них-то открытие парка действительно настоящий праздник. Вообще, тебе нравится новый парк? Угу. А как ты долго можешь тут гулять? Могу до ночи.